Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменские авиалинии увеличат количество рейсов в Москву. В Туркменистан скоро вернутся жаркие дни. В Балканском Вилаяте запланировано строительство нового здания для прокуратуры и другие новости. Авиакомпания «Туркменистан» с конца апреля будет летать из Ашхабада в Москву до четырех раз в неделю. Об этом свидетельствуют данные о продаже авиабилетов на официальном сайте авиаперевозчика. Теперь рейсы из Ашхабада в Москву будут выполняться по вторникам, средам, пятницам и субботам. Ранее авиакомпания летала в Москву три раза в неделю. В начале предстоящей недели погоду на территории Туркменистана будет определять антициклон с европейской территории России. К выходным синоптики предсказывают возвращение жары в пределах 33-38 градусов тепла. Также отмечается, что в конце недели местами может быть ветреная погода. На терминале Сирахс, расположенном на ирано-туркменской границе, за период с 21 марта 2022 года по 19 февраля этого года зарегистрировали самый высокий объем транзита железнодорожных грузов. Через этот терминал по железной дороге было перевезено в общей сложности 737 тысяч тонн иностранных товаров. В Балканском вилаяте запланировано к строительству новое административное здание Этрапской прокуратуры Эсенгулы. В связи с этим Хакимлик Балканского вилаята объявил тендер на строительство. К участию в конкурсе приглашаются официально зарегистрированные в Туркменистане предприятия и компании. На месторождении Узенада, расположенном на туркменском побережье Каспийского моря, ведутся буровые работы на 16-й разведочной скважине, проектная глубина которой составляет 6800 метров. На сегодняшний день уже успешно пробурено более 5000 метров. Уже несколько лет подряд на нефтегазовом месторождении Узенада ведутся широкомасштабные работы по разведочному бурению. Именно здесь впервые в Туркменистане были пробурены сверхглубокие скважины. Авиакомпания Узбекистан Airways возобновила рейсы из Ташкента в Токио. Прямые рейсы из Узбекистана в Японию будут выполняться еженедельно по четвергам. Стоимость авиабилета из Ташкента в Токио составляет около 540 долларов. Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании узairways.com. Компания Sega объявила о покупке студии Rovio Entertainment, известной по мобильной серии Angry Birds. Сумма сделки составила порядка 776 миллионов долларов. Впервые о возможности слияния Sega и Rovio стало известно 15 апреля. Но тогда СМИ отмечали, что стоимость сделки может достичь миллиарда долларов. Согласно заявлению Sega, она стремится усилить свое присутствие на мобильном рынке благодаря покупке Rovio. Члены сборной Туркменистана по тяжелой атлетике проводят учебно-тренировочные сборы в Грузии. Команда Туркменистана разместилась на базе в поселке Бакуриани. Сборная Туркменистана ведет подготовку к стартующему в мае Республике Корея чемпионату Азии по тяжелой атлетике. Сборная Туркменистана по хоккею прибыла в Кейптаун для участия в чемпионате мира. Матчи с участием туркменских хоккеистов проходят в третьем квалификационном раунде группы А. Турнир пройдет с 17 по 23 апреля. Борьбу за путевку во второй дивизион группы Б ведут пять команд – Люксембург, Таиланд, Тайвань, Туркменистан и ЮАР. Программа второго туровой Ши Лиги чемпионата Туркменистана по футболу 2023 будет представлена четырьмя матчами во вторник и в среду. В этом туре пройдут игры Ниби Чиша Гадам, Энергетик Капедак, Аркадак Мерв и Ахал Алтынасыр. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова